Друзья, всем добрый вечер. Продолжаем череду прямых эфиров на Абакан 24. И настало время программы Во Время. В студии Ксения Майер сегодня. И мы поговорим о музыке, поговорим об очень интересных вещах, поэтому оставайтесь с нами. Подключайтесь к нашему диалогу. 22 41 18 телефон нашей студии. Звоните, если вдруг у вас появятся какие-то вопросы. Кроме того, на бегущей строке на экране вы видите номер телефона, по которому также можете написать в WhatsApp или Viber и задать свой вопрос. Его нам передадут. Ну, собственно, сегодня у нас в гостях, кто нужно представить, это Семен Сенцов, музыкант, солист группы Jam Day. Здравствуйте, Семен. Большое спасибо, что согласились сегодня прийти, поделиться с нами, скажем так, своим творчеством, хотя бы изнутри вот этой вот всей истории поделиться. И я для тех, кто не знаком с вашим творчеством, предлагаю начать как раз с того, что это за группа, когда она появилась, как давно она у нас есть в Абакане, как она появилась, история возникновения. Это очень комплексный вопрос, потому что на самом деле группа появилась, то есть если считать, мы до сих пор не определились, что считать датой начала организования группы, потому что изначально мы просто познакомились с одним моим товарищем на фоне любви к группе «Пятница», вот, и это было на «Мире Сибири», 2007, кажется, год это был. Ну, мы что-то там с ним периодически собирались, песенки пели под гитару, но пока я вот не познакомился со своей супругой, и, ну, мы пели «Всякое чужое», вот. Это кавера, то есть? Да. Я познакомился со своей супругой, и мы, собственно, то есть выяснилось, что она пишет замечательные стихи, вот. И было принято решение, почему бы не сделать на эти стихи, не положить их на музыку и петь свое. Вот, ну, еще на волне того, что, как бы, ну, то есть вот на фоне ее стихов я также, как бы, начал сам писать что-то, потому что, ну, у меня не было такого, что там в школе, в институте еще где-то писал, вот. И вот мы начали, как бы, исполнять свои собственные песни, но, как бы, случилась такая оказия, что у меня вот товарищ, с которым мы изначально собрались, а он переселился достаточно далеко, то есть он какое-то время работал в Красноярске, потом работал в Абакане, и потом из Абакана он уже переехал на ПМЖ, так сказать, в Петропавловку есть такая деревня, Курагинский район. Курагинский, ага. Да, вот. И как-то очень накладно стало ездить туда-обратно, опять-таки, даже вместе просто собраться, песни попеть, не говоря, что мы какие-то концертные, так сказать, деятельности. Вот. Но также у меня еще был товарищ Вадим Волков, с которым я тоже достаточно был давно знаком на тот момент, вот. Он играл на гитаре, более того, он профессионально играет на гитаре, то есть он человек со специальным образованием. Музыкант. Да, он музыкант, выпускник нашего, получается, музыкального колледжа. Вот. И мы как-то с ним собрались, вроде начало что-то получаться. Вот. У нас очень долго не клеилось с басистом, с бас-гитаристом, вот. Потому что, то есть у нас был какой-то такой ежеменный, ну, так, очень короткий период, когда мы играли, то есть был и бас, и была перкуссия, то есть вот это все было. Но там, так как на басу был человек крайне просто занятой и очень востребованный в Абакане, да даже не только в Абакане, то Родион Кудрявцев есть такой басист у нас в городе, вот. Широко известный в узких кругах, может даже не очень узких. Вот. И как-то вот, то есть, в итоге вот мы с Вадимом остались вдвоем. То есть мы там один концерт буквально отыграли что-то, и у Родиона вообще совершенно пропало полностью свободное время, чтобы заниматься, так сказать, на общественных началах музыкой. Надо деньги зарабатывать и так далее. Вот. И мы, собственно, с Вадимом помыкались, но мыкались мы почему? Потому что на примете уже был барабанщик, но не был бас-гитариста. А барабаны с одной акустической гитарой, да даже с электрической, это как-то очень странно звучит. Вот. Барабанщик Илья Майер, у нас вообще с ним забавная история приключилась, потому что мы с ним очень давно знакомы, крепко дружим и так далее. И когда-то была такая группа в городе Абакань, называлась «Директор Эшелона», вот, в которой, собственно, Илья пел, а я сидел за барабанной установкой. Вот. То есть мы с ним рокировались. Вот. Очень долго не могли найти бас-гитариста свободного и... Ну, не только свободного, как бы очень хотелось собрать, так сказать, дружеский коллектив. Вот. И как-то, ну, то есть просто звать человека со стороны. То есть как-то странно. И вот однажды там приключилась вообще какая-то совершенно мистическая история, как мы познакомились с бас-гитаристом, должно было быть мероприятие. Мероприятие чуть было не отменилось, его пришлось перенести, это был Хэллоуин. Вот. Пришлось перенести в другое заведение. Мы тогда немножко организацией занимались, как раз концертов. Вот. Пришлось перенести в другое заведение. И вот в этом самом заведении я познакомился с товарищем. Ну, как познакомился, так, привет-привет буквально. А потом зашел в один наш абаканский магазин и увидел его там. Позвал его, так сказать, совместно посетить концерт нашей, опять-таки, местной группы Айран Майдан. Есть такая. Вот. Вот. Мы пошли на концерт, там, собственно, уже ближе познакомились, разговорились. И совершенно случайно выяснилось, что он еще и бас-гитарист. Вот. Так у нас образовался бас-гитарист. Это было... Я не очень давно, буквально пару лет тому назад, полностью подбивал всю историю группы, так сказать, какие-то ключевые точки. Просматривался переписки ВКонтакте и так далее. Вот это вот все. То есть мне самому просто было интересно свести, так сказать, дебит и кредит, когда это вообще все появилось. Вот. И, собственно, когда мы там в октябре, получается, мы с Алексеем начали репетировать. То есть мы вот полностью вот собрались, наконец-то. То есть до этого в материале были только я и Вадим, собственно. То есть у нас барабанщик с нуля вникал и басист с нуля вникал. И к декабрьскому концерту, который тоже, опять-таки, мы организовывали, мы успели уже 4 или 5 песен отрепетировать и даже выступить. То есть это... Причем еще так удачно совпало, что этот декабрьский концерт, он был, типа, вроде как новогодний, но так как там очень плотно праздники стояли, то пришлось его поставить на 28 декабря. Это мой день рождения. То есть я правильно понимаю, что изначально цели прям создать группу как таковой не было? То есть все как-то случайно и случайно и случайно? Ну, в общем-то, в целом, ну, у кого нет, у кого из молодых людей, увлеченных музыкой, нет желания создать свою собственную группу? Мне кажется, она есть у всех. Вот. Но как таковой цели, ну, не то чтобы особо не было. То есть это все как-то спонтанно начало. Вот мы с кем-то собираемся, играем. Вот мы неожиданно начали делать свой авторский какой-то материал. Вот собралась группа, и вот мы уже даже дали первый концерт. Это прям было просто удивительно на самом деле. То есть вот мы вот таким составом, получается, уже сколько? Три года или четыре года таким составом существуем. Вот. Вот, периодически с нами еще играет один наш очень хороший товарищ на джембе. Это африканский такой барабан. Вот. Ну, вот, все еще ждем, не дождемся клавишника и духовую секцию еще хотелось бы, конечно. Я могу сразу от этой истории зайти, откуда, собственно, появилось название джемдэй. Да, кстати, джемдэй, ну, переводится, да, джем, ну, джем, я правильно называю дословно? Джем, ну, это джем, ну, да. Грубо говоря, переведя на русский день варенья. Ага. Просто вот мы с тем товарищем, с которым изначально собирались, это Александр Сагайдак, который в Петропавловку переехал, вот, мы как-то с ним тоже собрались там попеть песенки. И как раз это было 6 февраля, по-моему, если мне память не изменяет, день рождения Боба Марли. Вот, мы, собственно, собрались, вот, весело все это дело отметили, даже позаписывали какое-то видео, и это видео Александр выложил под названием «Боб Марли джемдэй». Вот, типа «День варенья». Угу. Такое хорошее название, очень удобно, короткое, емкое, звучное, и такое, с неким позитивным окрасом, так сказать, вот. Ну, и вроде посмотрел, никаких музыкантов, так сказать, с такими, с таким названием я не нашел, беглым поиском, поэтому, почему нет. Все, вот так зародился, так скажем, большой, такой авторский проект, который уже на протяжении нескольких лет существует. И успешно существует, потому что, друзья, группа «Джемдэй» выступила на дне города, буквально вчера, позавчера это было, да, и поэтому, если вы видели, слышали, слушали, проходя мимо, обязательно звоните 22-41-18, делитесь своими впечатлениями. Вы расскажите, пожалуйста, вообще, для тех, кто не знает и не слышал, какую музыку вы пишете? О чем она? Вот какой-то жанр? По жанру это вообще очень странное что-то. Дело не в том, что мы делаем музыку в таком странном жанре, что это и определить никак не получится. Дело в том, что у нас изначально, конечно, хотелось делать регги, потому что, во-первых, у нас регги в Республике, да и в целом, вот где-то здесь поблизости, никто не играет, ну и как бы это очень близкая музыка по направлению. Вот, но буквально у нас в итоге сейчас в репертуаре три или четыре композиции из 12 или 13 песен, это регги, что можно назвать условно регги. Остальное это все, там одна композиция в таком-то, в каком-то там какой-то фанк, другая там еще какой-то чуть ли не рэп, какой-то вот там с тяжелыми гитарами, что-то такое странное. То есть мы собираемся, вот есть текст, вот случайно есть такая музыка, потому что там что-то, ребята сидят на репетиции, мы там пока ходим подышать воздухом, то есть они сидят, например, такие, возвращаешься, они что-то играют уже какую-то связанную достаточно мелодию, так, о, интересно, вот, записываем на телефончик, потом в какой-то момент всплывает необходимость, ну, как бы сделать уже новую композицию, такие, а вот что-то было, и давай искать в телефоне, что мы там, по-на записывали, вот. То есть творческий процесс 24 на 7 включил? Ну, не 24 на 7, я вот уже однажды называл так наш коллектив, он называл коллектив выходного дня, потому что у нас, все люди, которые в коллективе участвуют, они все, ну, по работе, они вообще никак не связаны с музыкой, то есть там у нас в коллективе два продавца, дизайнеры и печатник в виде меня, то есть мы вообще, ну, то есть по работе мы никак с музыкой совершенно не соприкасаемся, вот. Ну, ну, и так как мы люди занятые, там, у кого-то семьи, еще что-то, у нас тоже есть свободного времени, это чтобы там, вот, заниматься, так скажем, тренировками, вот, индивидуальными репетициями, скажем так, особо-то и нет, мы вот собираемся, там, раз в два в неделю и репетируем, все, то есть вот у нас есть какое-то свободное конкретное время, и вот мы в него собираемся и репетируем. То есть это, конечно, категорически неправильный подход для музыканта, потому что музыканту непосредственно надо постоянно тренироваться, вот это вот все, там, и так далее. Ну, так получилось, что у нас, к сожалению, или к счастью, только один из музыкантов, профильный музыкант оказывается, вот, специально обученный, так сказать, человек. Ну, то есть пока что можно сказать, что с направлением своей музыки пока не определились, да, есть такая вот и туда, и туда, и то хочется, и то нравится. Ну, да, ну, мы условно его обозвали пост-регги, что под этим мы подразумеваем, так, вот как-то вот. Пусть будет, как будет. Да, потому что есть же всякие пост-рок, пост-панк, которые к изначальным направлениям очень поверхностное касательство имеют, поэтому почему бы не пост-регги? Почему бы не пост-регги? Да. И тем не менее, даже вот, собираясь по выходным, при написании песен, вы как автор, собственно, этих песен, да, что вас вдохновляет на эти песни? О чем эти песни, опять же, о жизни, о, не знаю, о любви, о деньги-деньги, я не знаю, что у нас сейчас еще очень модно. Ну, если попытаться как-то категоризировать композиции, скорее какие-то все, либо духовные метания, либо что-то такое, эгэ, люди, вот, разумное, доброе, вечное, вот это вот, что-то вот такое вот. Ну, что-то, то есть, посыл изначально некий позитивный, что там в итоге получается, там, некоторые у нас песни даже с таким, ну, с правильным посылом, они, я не знаю, вот, как это зрителями, слушателями воспринимается, но они достаточно грустные, вот, по моему мнению. Это была в КВНе давным-давно такая шутка, дайте, говорит, песню спою, какую из двух, которые не про похороны. Вот, и мы категоризируем у себя внутри, вот это про похороны, это не про похороны, ну, условно, это шутошно, конечно. Вот, есть какие-то заунывные, грузные, тяжелые песни, но они все равно, они, ну, вот у нас вот это вот, так сказать, регги-начало, оно все равно несет некий светлый такой посыл, позыв к слушателю. Вот, ну, как-то вот самовыразится, что-то вот внутри кипит, надо его куда-то вот изливать. То есть у меня жена-то, конечно, вот стихи пишет, она их пишет уже очень давно, она чем-то еще со старшей школы начала писать, если даже не раньше. Вот, и поэтому у нее-то это, ну, просто как некий способ самовыражения, он постоянно присутствовал. Вот, я также рисованием занимался тоже там со средней школы, просто долго рисовал, ну, нигде тоже специально не обучаясь, как бы, вот, просто сам для себя. Просто вот хотелось рисовала, вот она так же, вот ей хотелось, я написала стихи. Вот, так что в целом, какой-то вот изначальные задумки, глубокие идеи, ну, вот редко такое бывает, что вот, ну, тоже какой-то спонтанный душевный порыв, так сказать. Угу. Вот. Это же вдохновляет просто течение жизни, скажем. Да, 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 ну, там в черепушке бурлит всякие мысли постоянно. Угу, ну, это тоже здорово, потому что это не что-то, что вот сегодня вас это там вдохновило, завтра вы уже перестало это вдохновлять, и нужно искать новую музу, скажем так, и так далее. А тут вот как живется, так и пишется, грубо говоря. Ну, да, да, это такое юное. Угу. Ну, это тоже интересно. Скажите, пожалуйста, а сами вы вот какую музыку предпочитаете, если не, ну, убрать, так скажем, сторонку вашу музыку, сами какую слушаете? Тут тоже очень сложный вопрос. У нас еще почему у нас все композиции невозможно вот в какой-то один определенный жанр впихнуть? Все потому что у нас вот весь коллектив, абсолютно все четыре человека постоянных, они слушают абсолютно разномастную музыку, ну, то есть музыкально всеядно, так скажем. Вот, то есть, там, не знаю, начиная от какого-нибудь рэпа, там, еще что-нибудь, да, тяжелого рока, такое, что слушать невозможно для неподготовленному человеку. То есть все очень разномастное по тому, что, ну, вот, слушаем. Ну, собственно, как говорится, что на входе, то и на выходе обычно, вот, поэтому, собственно, так оно и получается. То есть мы слушаем вообще разнонаправленную жанрами музыку и в итоге у нас и сам коллектив какой-то колье устаканится не может, вот, нас метает все время в разные стороны. Угу. Я правильно понимаю, у нас звонок на линии? Давайте примем звоночек и продолжим разговор. Здравствуйте, вы, мы вас слушаем. Он говорит, музыкант приглашенный, что они мало занимаются вместе. Но ведь можно заниматься-то и дома. Вот, конкретно, он о чем дома занимается. Я все время, когда учился, я занимался дома больше, чем музыкально, там, для ведения. Дома больше получалось у меня. Поэтому это же не то, чтобы так большая, что вот именно они мало занимаются. Дома можно всегда время выкрыть. Можно встать в 6 утра, до 10 вечера можно играть. А знаете, на чем он играет дома? Да, он вас слышит. Спасибо большое вам за звоночек. Сейчас постараемся ответить. Во-первых, важно отметить, что вы солист и автор песен, правильно я понимаю? Да, ну, я себя шутливо называю певец ртом. Ага. Ну, заниматься, да, это все, конечно, правильно, безусловно. То есть это вообще никаких вопросов не вызывает, что надо заниматься. Причем именно индивидуально заниматься надо очень много. Вот, но вот так получается, что мы так как коллектив, которые не зарабатывают, скажем так, этим денег, нам же надо чем-то деньги зарабатывать. То есть у нас есть основная работа, у нас есть семьи, какая-то еще иная активность, то есть там всякое-всякое. Ну, хобби, понятно, увлечение, да и очень спорт, что угодно. И, соответственно, под непосредственно индивидуальные занятия музыкой не остается времени вообще. Ну, так получается, так не должно быть. Это неправильно, это, естественно, мы сами у себя не одобряем. Ну, и тем не менее, по выходным же остается время на эту музыку, и по выходным собираетесь, и по выходным делаете что-то, и музыка рождается, и музыка выходит на суд зрителя, скажем так, да, потому что я видела историю, так скажем, вашу страничку смотрела листала, что выступаете и в различных заведениях, да, и участвуете в различных фестивалях. И вот как раз мой вопрос, в каких проектах вам уже удалось принять участие? В проектах, может быть, ну, каких-то авторских, опять же, проектах, еще что-то? А, в смысле, я участвовал в каких музыкальных проектах? Ну, ваша группа, да. А, наша группа? Да как-то вроде бы нет. Мероприятия какие-то. А, именно в мероприятиях? Ну, мы на рок-утренниках выступали на двух, вот, в этом году, который проходил, и в предыдущем году нас позвал Виталий Корегин, звукорежиссер. Вот, собственно, он нас послушал, такой, давайте попробуем, вот. И в прошлом году так попробовали, что ему понравилось, и он позвал нас в этом году. Что такое рок-утренник? Давайте расскажем зрителям. Рок-утренник, вообще, это традиция у нас в Абакане, я же тоже, я же когда-то был молоденьким и с волосами, я ходил с длинными волосами, вот, во всяких странных футболках, увешанные всякими браслетами, джинсы в булаках, вот это вот все, вот. Вот, и мы ходили как молодежь, нам же надо было живую музыку, потому что мы вот там прям фанатели по всяким группам наш, русский рок, не русский рок, ну вот главное, чтобы рок был, вот прям вот чтобы рок был, вот. Вот, и у нас очень давно в Абакане вообще в целом зародилась эта традиция так называемого рок-утренника, это обычно, ну то есть изначально он всегда должен, ну попадал на 13 января, это, ну, старый Новый год, собственно, вот. Вот, и такой формат мероприятия, когда все уже новогодние праздники отгуляли, а душа требует чего-то, вот. И вот есть замечательный рок-фестиваль такой, который уже проводится, по-моему, в этом году или в прошлом, в прошлом году вроде бы было 20 лет уже как проводится, вот. Вот, ну я помню тоже, я на него ходил еще там в старшей школе я, вот. У товарищей у наших, очень хороших друзей, знакомых, играли на мероприятии, есть такое мероприятие, но оно не то чтобы закрытое, оно, скажем так, не для широких масс людей, потому что оно такое узконаправленное. Есть такой фестиваль, называется «Рок-бойница». Это изначально проходило в… сейчас, Краснокаменск, здесь, по-моему, такой город. Вот, это наши друзья-товарищи, мы, так как сами, активные участники ролевого движения в нашем городе. Вот, друзья-ролевики, реконструкторы, исторические фехтовальщики, вот это вот какая-то… То есть, если в больших городах это все четко обычно разграничивается, вот эти вот ролевики, вот это истфех, вот это реконструкторы, у нас почему-то так не получается. Ну, потому что город маленький, и, ну, по-хорошему, так скажем, повернутых людей тоже, соответственно, выборка не очень большая получается, даже со всего региона, грубо говоря. Вот. И они организовывают вот такой вот фестиваль, то есть там музыкальный фестиваль, попутно какие-то фехтовательные вот эти вот штуки, то есть там турнир фехтовальный изначально был. Там еще раньше художники не то чтобы соревновались, просто там что-то творили. Вот. То есть такой общий искусный, искусный, как-как… Искусственный… 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 Ну да, фестиваль. В общем, то есть там даже проходят небольшие ролевые игры камерные, вот. То есть вот такой вот тоже мы участвовали и в таких, так скажем, проектах. Ну и вот когда-то, уже давненько, пытались, пробовали делать, собственно, у нас почти весь коллектив в этом был. Клуб живой музыки «Квадрат» такой какое-то время существовал в Бакане. Тоже видеообусные странички, что это тоже такое. Мы этим активно занимались, да. Ну, потом как-то вот все. Энтузиазм погас. Клуб живой музыки, то есть там приходили люди и играли, и делили. Да, мы, собственно, организовывали концерты, звали людей, искали каких-то… Ну, то есть не то, что искали, мы просто предоставляли, скажем так, место под репетиции, и даже там образовывались какие-то новые коллективы. Вот, то есть… Ну, это тоже, мне кажется, такая здоровая студийная такая немножко атмосфера, квартирническая, скажем так. Вот, ну, это, так скажем, по ветре принес он к нам в Абакан. Стыдно, но забыл имя, фамилию человека. Ну, все, кто знает, тот знает, это Минусинский раньше была такая студия, называлась «Бласт Бит». Вот, и по сути этот же человек, Сергей Овсиенко, если ничего не путаем, вот, по сути этот же человек переехал, ну, он еще не переехал на тот момент в Абакан, но он решил сделать все то же самое в Абакане. То есть это типа и музыкальная студия, и репетиционная точка, и концертная площадка, вот такое все в одном. Вот. И как-то началось заздравие, продолжилось заздравие, а закончилось понятно чем. Друзья, 22-41-18, телефон нашей студии, у нас есть еще чуть больше 20 минут, поэтому звоните, задавайте ваши вопросы, подключайтесь к нашему диалогу, давайте вместе обсуждать, давайте вместе разговаривать. Собственно, что, какую сегодня тему еще бы хотелось задеть, это День города. День города у нас прошел в субботу минувшую, я думаю, каждый из наших зрителей, слушателей и так далее посетил это мероприятие где бы то ни было, на стадионе Саяны, у спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина. Поэтому, я думаю, сегодня тоже можно позвонить и поделиться своими ощущениями, впечатлениями после Дня города, как он вам, собственно, почему я начала эту тему Дня города, да, потому что вот такие вот мероприятия, да, рок-утренник, где-то у друзей, где-то еще что-то, и тут приглашают выступить на Дне города, где люди, неограниченное количество людей, то есть еще и эта площадка такая была открытая, куда спокойно могли прийти абсолютно вот все, кто угодно. И я думаю, проходимость была большая в этот день. Вот, как вы отреагировали на то, что вас пригласили, ну, было ли интересным это предлог, понятно, что он был интересным, раз вы согласились, собственно, да, там сыграть. Вот, ну и как подбирали репертуар для такого все-таки ответственного выступления? Репертуар подбирали, ну, во-первых, начнем с того, что позвали нас на День города, я не знаю, как там, собственно, изначально, но нас конкретно, опять-таки, порекомендовал Виталий Корягин, который проводил рок-утренник, вот, он сказал, что есть такие ребята, хорошие ребята, вот, могут выступить. Вот, нам позвонил человек, вот, мы вроде как обговорили, я сначала такой думаю, ну, странно как-то, ну, то есть вроде бы да, но вы такая, ну, больше для каких-то закрытых, неформальных таких относительно площадок привыкшие, вот, ну, репертуар подбирали, да, там, как бы, у нас дело в том, что, то есть у нас хоть и есть некий дух бунтарства, но у нас тексты все исключительно, так скажем, без обесцены, как она правильно называется, лексики. Ну, без мата, скажем больше просто. Вот, то есть в этом плане-то все хорошо, но тоже какие-то, вот, говорю, есть песни, то есть, вот, ну, «День города», мы же не будем там какие-то заунывные песни петь, вот, тоже, соответственно, покидывали из репертуара, ну, то есть у нас, мы просто откинули, как бы, все песни, которые мы считаем неуместными на таком мероприятии. Что оставили в итоге? Оставили всякое веселое, залихватское, вот, то, что у нас тоже есть. Примерно, кстати, на самом деле, получилось почти половина нашей программы, то есть у нас в репертуаре там 13 или 14 песен, я уже сейчас не помню, вот, собственно, мы 7 исполнили. То есть мы откинули все, нам сказали тайминг, полчаса у нас есть, мы такие, так мы как раз укладываемся. Все, в общем, все идеально срослось, мы, на самом деле, не сильно заморачивались. Посидели буквально 20 минут на репетиционке и обговорили, и все порешали. Вот, опять же, друзья, 22-41-18, звоните, делитесь, если вы слышали, проходили мимо, да, эту группу, как вам эти песни, пожалуйста, давайте, опять же говорю, общаться. Сегодня у нас не такой активный с вами идет диалог, да, в Ютубе тоже можете написать, и также другие мессенджеры используйте, мы обязательно прочитаем ваше сообщение и постараемся на него ответить. Ну, собственно говоря, в итоге-то совпали ли, я не знаю, были ли вообще какие-то ожидания от этого выступления? Ну, ожидания, они всегда какие-то есть, но в данном случае они были скорее... скорее какими-то неявными, то есть невыраженными словами, потому что, ну, хотелось не это, не опростоволосица, так сказать, мягко выражаясь, вот. Как бы, ну, в целом сыграли вроде как хорошо, но каких-то вот конкретных ожиданий, что там вот к нам сразу прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и внезапно бесплатно покажет кино, да, вот это вот все. Конечно, таких ожиданий не было, то есть не сильно как-то уж у нас прям понабежало подписчиков в группу там в ВКонтакте, еще что-то не произошло. Ну, выступили-выступили. Видимо, вот оно как-то вот так вот по капле где-то что-то происходит, и оно все-таки в итоге к чему-то идет, непонятно пока к чему. Вот, то есть каких-то конкретных целей и вершин мы пока перед собой не ставим. Просто пока делаем, что делается, вот. Ну, то есть как таковых ожиданий не было, значит, и с реальностью сравнивать там, что ждали и что получилось, тоже нечего. Ну, да, какого-то когнитивного диссонанса, так сказать, не приключилось. Вот. Единственное, что было, ну, естественно, более волнительно, чем обычно, потому что, ну, мы привыкли выступать, скажем так, на свою публику. Ну, то есть люди, которые целенаправленно пришли, знали, кто играет. И, ну, вот, ну, если они пришли, то как минимум не противно это слушать, наверное. А тут, так как открытая площадка, куча незнакомейших людей, вот. Как бы тоже, да, вот, мандраж некий присутствовал в связи с этим. Ну, у них не было, да? Ну, да. Ну, и в итоге какие остались ощущения от праздника? Хотелось бы повторить? Ну, так скажем, выход из вот этих вот каких-то зоны комфорта, вот, он всегда в целом полезный. Ну, у меня тоже, как бы, был, конечно, у каждого из нас, наверное, из коллектива были такие моменты, когда мы выступали на незнакомую публику. Я просто, например, когда ты еще, вот, когда студентом был я в театре, работал артистом. Вот, некоторое время. Поэтому, ну, то есть, это чувство мне знакомо, но оно, настолько все это редко происходит, что оно как-то так. Ну, конечно, это, это в целом вообще интересно. Это некий адреналин, и всегда интересно повторять что-то вот такое, что без травматизма и так далее. Нет, ну, слушайте, раз были артистом, значит, наверное, ну, точнее, раз служили в театре, значит, наверное, да, знаете, когда артист перестает волноваться, это уже плохой артист, и говорят так. Ну, да, есть такое, вот. Поэтому, ну, как-то, в целом-то интересно было бы, конечно, еще как-то повторить что-то где-то, тоже на каких-то открытых площадках сделать. Мы сейчас думаем, раздумываем, мы в этом году несколько фестивалей пропустили, поздно вспомнили, ну, не закинули заявки, то есть у нас там есть некоторое количество фестивалей, куда мы еще хотим съездить, людей посмотреть, себя показать. Вот. Но пока, как бы, это, невонятно, возьмут, не возьмут. Пока, да, не такие, не определенные фини. Скажите, пожалуйста, вообще, в каких, помимо вот каких-то проектов и так далее, вы живете в городе, знаете, какие у нас тут проходят периодические мероприятия? Вот есть ли какие-то, в которых бы хотелось поучаствовать, городских, может быть, республиканских, да, опять же, есть фестиваль Этнова, например, да, тоже такой республиканский фестиваль, на месте проходит, ну, то есть на природе, с палатками, вот со всеми вот такими вот вещами. Не то, чтобы музыкальные, но просто, как бы, я думаю, там можно что-то. Тут тоже кроется одновременно, ну, это на самом деле огромный плюс, что у нас в Хакасии, вот, неподалеку на юге Красноярского края, как бы проходит очень много мероприятий, такой вот, как это, этнической направленности такой вот, и Этнова, вот, у нас товарищи, собственно, с Петропавловки делали фестиваль Сибири, я проходил в этом году, они первый раз делали такой пробный, так скажем, проект, вот. Опять-таки, мир Сибири, но они все в этом одновременно плюс и одновременно минус, то есть вот коллективу, непричастному к этнической музыке, туда протиснуться достаточно проблематично, вот. Не думали начать писать этническую музыку? Так оно же, ну, оно же не думается, оно же пишется, как пишется, вот, пишется, как хочется, вот. Ну, соответственно, вот на мир Сибири, конечно, была бы возможность попасть, потому что там выступали, например, на обрядовой площадке наши друзья из Минусинска, группа Перепутия, вот, они к этнике слабое отношение имеют, но они такие вот интересные, и вот они, видимо, вовремя подсветились, подали заявку, а я в этом году как-то вот с заявкой на мир Сибири забыл совсем, потому что в прошлом году кидал заявку, но так как два года подряд, или сколько там, как пока пандемия у нас длилась, вот, они не проводились, то у них накопилось просто вал вот этого всего, сказали, ребята, вы, конечно, наверное, молодцы, но пока что не до вас, вот у нас там куча всего, а в этом году как-то просто, ну, позабылось, вот, поздно спохватились, вот. Ну, есть, как бы, мысли, планы куда-то еще ездить, но пока так, пока в Абакане варимся, скажем так. Да, неопределенно, да, немножечко? Да, да, да. Следующий год, день города, хотели бы? Ну, если позовут, если, если позовут, то, конечно, пойдем. Что-нибудь новенькое, как думаете, появится к этому времени? Да, естественно, появится. Ну, я не скажу, что у нас есть какая-то прям завидная регулярность, но у нас постепенно обновляется материал, то есть у нас там добавляются песни, то есть, ну, где-то вот, когда у нас группа собралась, и мы дали первый концерт, такой, самый-самый первый, у нас с репертуара было четыре песни. Очень долго, то есть, ну, то есть, во-первых, это надо было сыграться, мысленно, скажем так, подружиться, потому что все люди творческие в группе, с разными характерами, и мы как-то вот, вот. Но постепенно это все устаканилось, и у нас, ну, там, с какой-то периодичностью начали новые песни появляться. К сожалению, с записью альбома мы пока еще не, не получается у нас никак подружиться. У нас есть одна только записанная песня, и эту песню мы записывали у друга на квартире полностью всю. Вот, как смогли, я тоже вот еще работал звукорежиссером в театре, вот, как, как Илья тоже вот, опять-таки, тоже звукорежиссером много где занимался звукорежиссурой. Вот, и как смогли мы все это сделали, как нам показалось красиво, и вот одна песня у нас есть в записи, но там тоже далеко не идеал вообще, как хотелось бы. Вот, поэтому вот еще все непонятно, когда мы, наконец-то, запишем альбом. На альбом материалы уже вполне себе есть. Даже есть так называемый LP, это long play формат. Ну, то есть есть EP, это вот как сейчас модно на самом деле выпускать. То есть там 4-5 песен, чуть больше, чем сингл, так скажем. Вот, потому что это можно с какой-то регулярностью выпускать, и, соответственно, постоянно поддерживать интерес. А у нас там уже вполне себе long play набралось. То есть там у нас 14 композиций, уже даже была идея, контепти альбома придумалось. Но вот это надо все просто взять и записать. Ну, и, соответственно, свести, и вот это вот все. Друзья, у нас осталось совсем немного времени, поэтому если у вас все-таки появились вопросы, звоните, задавайте 22-41-18. Еще раз напомню, телефон студии. Или можете написать, собственно, вот по телефону, который вы видите на бегущей строке. Но мы будем потихонечку с вами закругляться. Пожалуйста, делитесь. Вы уже в начале эфира обозначили, что каждый, какой мальчишка или там девчонка в детстве, который увлекается музыкой, не мечтал там стать музыкантом, собрать свою группу и так далее. Вот вы стали музыкантом, собрали свою группу. О чем мечтаете дальше? Именно в плане творческого развития? Да. Хотя бы альбом записать. Альбом записать и все. Как-то, может быть, прям глобальные мечты. Вот знаете, часто в этом кресле делятся какими-то такими интересными вещами, которые, кажется, сейчас вообще невоплотимы. Но где-то глубоко в подсознании есть все равно такая мысля, что а вдруг когда-то, а вдруг будет. Ну вот правда. Такого нет у вас? Ну, оно может быть, конечно, есть, но внутреннее, скажем так, как это назвать? Сейчас сформулирую. Убеждение, ощущение? Внутренний, скажем так, цензор, все это обычно отрубает на корню, потому что, ну, надо какие-то конкретные цели ставить. То есть мечтать об чем-то в далеко идущих каких-то планах, что мы там будем, соберем олимпийский там. Нет. Ну, такого, конечно, нет. То есть это все на корню зарубается. Ну, конечно, хочется развиваться, хочется двигаться дальше, хочется больше, больше, больше. Но каких-то конкретных очертаний все это вообще не имеет. Это, ну, такое так, витает где-то приблизительно. А когда ты думали о том, чтобы вот музыку сделать как раз своим основным направлением в своей профессии и зарабатывать на этом деньги, действительно, а не просто как хобби увлекаться? Ну, есть такое мнение, что к этому нужен какой-то другой подход. Он, скорее всего, и нужен. То есть это, во-первых, становиться полностью профессионалом, то есть это заниматься, где-то саморазвиваться в этом направлении. Мы, конечно, саморазвиваемся. То есть, вот, например, я очень долго пою, а вокалом я как таковым не занимаюсь и не занимался. Вот. У меня был небольшой старт, скажем так. Я вот, собственно, когда в институте учился, у нас был такой предмет вокал, но я, к сожалению, ветер в голове, был молодой и глупый. И очень много чего я в институте прогуливал, к сожалению. Поэтому сейчас уже понимаю, что, к сожалению, прогуливал. Но тогда-то это же не объяснишь. Тогда-то это хе-хе, и надо куда-то бежать, там что-то какие-то друзья, товарищи, вот это вот что-то, учеба, ну, что-нибудь там выучил когда-нибудь. И, ну, вот, какой-то старт это дало для вокала, но в основном все, как бы, то есть, у нас, кроме, вот, собственно, Вадима, гитариста, у нас все самоучки. Вот. И это может быть хорошо, конечно, но это, ну, то есть, это, то есть, что дает образование? Образование, оно же дает некую систему, и, соответственно, определенные, ну, то есть, вполне понятные ступени развития какие-то у человека. А тут, когда ты сам занимаешься, ну, там где-то у костра песни под гитару попели, там в души попел, там еще что-то, где-то вот что-то как-то посидели, песни попели. Это, конечно, положительно со временем влияет на вокальные данные, но далеко не так. То есть, если бы я столько же лет, сколько просто, вот, грубо говоря, пою там у костров и на кухнях, занимался вокалом, да, я бы, не знаю, я бы уже корузо, наверное, каким-то был. Потому что, ну, оно, то есть, система образования, это важно на самом деле. То есть, вот, к сожалению, это понимание приходит уже достаточно сложно. Для того, как образование получено и получено не так, как бы хотелось в итоге, да, прекрасно понимаю даже, о чем вы говорите. Вот совсем-совсем немножко времени у нас осталось, и скажите, пожалуйста, одна минута, да. И скажите, пожалуйста, есть ли у вас вообще какой-то, не знаю, вот, девиз, жизненный девиз, жизненная кредо вообще? Вот что вы бы хотели сказать тем самым молодым парням, которые сейчас сидят и думают, начать ли мне заниматься? Ведь я не умею, ведь я не учился, ведь я не играл никогда. Когда вот можете прям в камеру обратиться и поделиться своим маслом. Есть, не знаю, девиз, не девиз, но есть строчка достаточно любимого мною музыканта из Латинской Америки. Я даже попытаюсь сейчас, не сильно коверкая язык, произнести это по-испански, как оно должно быть. Это «le metemos sin amplificadores», «porque queremos radios» и «aque tambores». Зачем нам усилители, когда у нас есть барабаны? То есть в первую очередь все идет от живой музыки. Это база, основа и вообще все. Спасибо вам большое, что согласились сегодня прийти. Мы уже с вами не успели закончить, к большому сожалению, но тем не менее запись идет. Спасибо.